Добрый день садоводы и огородники и гости моего канала. Сегодня 1 сентября и я вам хочу показать свои уже опустившиеся теплицы, где росли мои томаты, а также томаты в открытом грунте. Высаживаю я много разных сортов и гибридов. Они мне одинаково очень нравятся. Ассортимент сейчас большой и как выбрать и что предпочесть, сорт или гибрид, возникает всегда вопрос. Одни любители выращивания томатов ругают гибриды, говорят, что они невкусные, как будто искусственные, не полезные, чем сортовые томаты, а другие наоборот. Высаживают только одни гибриды, считая, что они более урожайные и более устойчивы к болезням. Каждый новый сезон я выращиваю разные сорта томатов, а в дальнейшем наблюдаю, как они себя ведут на моем огороде в теплице, а также в открытом грунте. Я люблю экспериментировать и выращивать новинки томатов. Всегда мне интересно наблюдать, как они развиваются и какой получается потом результат. Для выращивания в открытом грунте я подбираю всегда сорта под наши климатические условия. Я подбираю те сорта, которые специально выведены для таких условий для наших, которые устойчивы к холоду и быстро созревают. Здесь у меня на столе 15 сортовых томатов. Большой пломбир. Средний ранний сорт белоплодных томатов. Пломбиром так его называют, так как напоминает мороженое белое, с чуть сливочным оттенком. Как и многие помидоры белого цвета вкусные, но без кислинки. Вес составляет 300 граммов. Эти помидоры хороши для диетического питания, а также для салатов и соков. Минусинские стаканы розовые. Куст высокорослый, 150-180 сантиметров. Цвет розовый, крупный, 200 граммов. Форма удлиненная, скорее можно назвать перцевидная. Количество плодов в кисти бывает до пяти. Вкус плода очень сладкий. Средней плотности, мясистая, без пустот. Лёжкость, ну ничего хорошая. Томат Любушка очень урожайный, отлично завязывает плоды. Фитофтора никогда не было. Вырастает более двух метров. Простой кисти 6-8 плодов. Масса плода 120 грамм. Томаты выровненные, красивые, хорошо хранятся и транспортируются. Для консервации, для салатов вкусные и очень-очень урожайные. Томат Сержант Пеппер. Цвет зелилого плода красно-фиолетовый с синым антоцианным напылением на плечиках. Крупный, до 300 грамм. Форма сердцевидная. Количество плодов в кисти бывает до 20 штук. Вкус плода сладкий, карамельный такой, сочный, плотный и цвет мякоти розово-малиновый. Томат Вечерние Алма-Аты. Вкус высота до двух метров. Масса плода 300 граммов, с небольшими такими вот ребрами. Ярко-оранжево-золотистыми полосками. Прекрасное сочетание сладостей и легкого приукусия во рту. Для свежих салатов пригоден, для консервации в нарезанном или цельном виде. Томаты обладают высокой прочностью и не лопнут при обработке горячим рассолом. Томат красный плотный, это низкорослый сорт. Высота растения до метра бывает. Томат апельсин округлый, плотный. В стадии зрелости желто-оранжевого цвета, весом 250 граммов. Бывает до 400 граммов. Они сладкие, мясистые, приятного вкуса, с кислинкой. Очень-очень ароматные. Не растрескиваются. Они подойдут как для свежего потребления, так и для консервирования. Приготовление соусов, соков. Лампа Алладина. Планы грушевидные, чуть ребристые. У плодоножки плотные. В стадии зрелости желто-оранжевого цвета. Вес до 300 граммов. Отличный вкус. Эти помидоры хороши для свежего потребления, так и для консервирования. Урожайность до 4 килограмм с одного растения. Паскалис Пикардини. Это редкий, высокорослый, средний-ранний сорт томата. Кисти по 5-7 завязей. Требуется подвязка к опоре и посынкованию. Нужно ввести в 2-3 стебля. Плоды удлиненные с носиком, плотные. В стадии зрелости. Мариново-красное с фиолетовыми плечиками. Средний вес 120 граммов. Что за сорт томатов? Даже не знаю. Сажала розовый кабанчик пушистый. Получились вот такие. Вот такой красивый получился томат. В каждом сезоне я всегда экспериментирую с новыми сортами и гибридами. Из понравивших сортов я собираю семена для дальнейшего выращивания. Но понравившиеся гибриды беру всегда на заметку. Собираю семена даже из гибридов. На следующий год они прекрасно растут и получаются неплохие плоды.